Вы попали на канал Малахов Тро. Веду его я. Часто спрашивают, кто я такой. Я человек, который веду себя так, как я себя веду. Имею на все вопросы, что касается окружающего меня пространства, свое собственное мнение. Если оно вам интересно, и если я вам интересно, пожалуйста, смотрите. Мои личные наблюдения. Опять вернемся к болям в спине. Я уже говорил, что лично мне прекрасно помогло, когда я тренировался. То есть в молодости, это лет. У меня было 25, даже меньше. Это у меня было года 22. Была травма. И я ее закачал. То есть вот тут хорошо помогли. Потом, вот в зрелом возрасте, вернее, вот в последнее время, мне очень здорово помогло осознание того, того, что эмоции, переживания опускаются в область поясницы, таза и создают тут крепатуру. Великолепно было все это сделано, но, как говорится, что-то там такое осталось. Есть люди, у которых спина побаливает именно из-за того, что в области ягодиц кресец ягодицы мышцы спазмируются и начинают именно оттуда тянуть поясницу, вызывая боли в ней, перекашивая ее. Плюс именно они же могут зажимать седалищные нервы, образуя опять-таки боли. И вот я как раз посмотрел в интернете, интересно, такое видео, где спортивный врач как раз об этом толковал, о том, что боли в пояснице не обязательно связаны с тем, что болит именно она. Она болит уже как следствие того, что в области ягодиц, глубоких мышц, которые прилегают непосредственно к костям, тазовым костям, возникают вот эти вот напряжения. Их можно прощупать, расслабиться так и потихонечку так раз-раз продавливая вокруг тазобедренного сустава, как раз они там локализуются. Вот это все начинается разрушение тазобедренного сустава. Боли, значит, здесь, в области, будем говорить, вот ягодиц, ягодиц. И все это с одной или с другой стороны, как правило, болит меньше или больше. И вот там, где болит больше, начинается идти воспаление, начинается идти спазм, который тянет поясницу и приводит к тому, что мы ощущаем больше боль в пояснице. Нас перекручивает, перекрючивает. Так, правильно сказать. Мы идем тут на бок. То есть все это становится неестественным. И вот осознание вот этого факта и потом целенаправленная работа над этой областью, особенно когда хронические боли в пояснице легенький такой массаж. Небольшие такие специальные упражнения лежа расслабить. Вот приводит к тому, что, вот говорю, именно обратить внимание своим сознанием в эту область и сказать там, чтобы она там расслаблялась, чтобы она там восстанавливалась, немножко ее потереть. Упражнение ведет к каким-то интересным результатам. Там начинается расслабление и поясничные боли исчезают. О том, что имеется вот в области ягодиц зажатости, можно судить по тому, что вот вы легли спать. Вроде бы расслабились. Вроде бы все у вас нормально. А вот в этой области вы чувствуете какой-то дискомфорт, какое-то напряжение, какой-то боли на этом глубине. Вот как бы сказать, вы не можете там эту вещь расслабить. Вот это как раз и признак того, который указывает на то, что у вас имеется там спазм глубоких мышц возле костей, которые тащат за собой поясницу. Вот такое интересное наблюдение у меня возникло и прекрасные результаты, чем я с вами и делюсь. Помню, когда я был у массажиста, то обратил внимание. Вот он, давно был. Массажик сделали, я становился прямо, а ягодицы напрягались. Он вот так расслабит ягодицы. То есть это говорит о том, что там, именно там напряжение, зажим. И утречком мы проснулись, встали, пошли умываться. И чувствуете не столько какие-то вот неприятные ощущения в спине, как чувствуете ягодицы так вот повышенно напряжены. Ну что? То, что? Вот. Это указывает на то, что там имеется зажимчик. Глубоко спрятанный в мышцах ягодиц. то есть те так глубокие, которые лежат, прилегают к кости, к тазу. Ну, чтобы еще так обратили на это внимание. И стремились там расслабить, проработать. И тогда понаблюдайте, что будет с болями в пояснице. Куда они денутся? Ну, вот еще я вам добавление такое вспомнил, пока ходил. Еще мне идти 300 метров, ну, и круг до конца. Я свои 5 километриков прохожу. Вот сейчас иду. Очень доволен. Никаких неприятных ощущений. вообще каких-либо я особо не чувствую в теле. Как в детстве. Встал и помчался по своим делам детским, любопытным. а вот пожилым за себе встал и чувствуешь, что тут побаливает, тут не движется, тут защемило. И вот это большой контраст, когда вдруг ты ничего не ощущаешь, и это тебя начинает радовать. обещал. Встал .